И оттутся, 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 и оттутся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, привет, диванные войска. Это я, ваш генералиссимус Шалин. Самый главный заводила диванных войск. Сегодня мы займёмся моим любимым делом, которым я занимаюсь и так постоянно. Это тыкаю дули в телевизор, можно сказать, да, обсуждаю сам про себя или с Аленой, что идёт по телевизору, что я вижу в YouTube. Но сегодня мы это сделаем с вами вместе, экспериментальный такой вот формат диванных войск. Вот, небольшое вступление. Мы очень часто, ну, немножко раньше уже, сейчас уже меньше, да, мы слышим о том, что не все россияне одинаковые. Конечно, действительно, вменяемому человеку сложно представить, чтобы весь народ был одинаковый. Но, к сожалению, мы уже потеряли даже надежду найти более или менее большое количество адекватных россиян, которые бы хоть как-то могли повлиять на то, что происходит на эту войну. По факту, никак, да, они не могут повлиять, или же молчат, ну, или же, или же молчат. Вот так. Но, но, посмотрим сначала сегодня маленький кусочек Максима Катца, которого я, в принципе, уважаю его за то, что он делает, но не всегда с ним могу согласиться. Окей, экспериментальный формат начинается. Хорошо, поехали. Что нам скажет сегодня мистер Катц? Одна из главных особенностей путинского режима состоит в том, что он давно верит в собственную пропаганду. В настоящий момент на гребне государственной пропаганды оказалось милитаристское меньшинство, которое жаждет, если не победы в войне, то чего-то такого, что можно было бы предъявить как победу. Милитаристское меньшинство. Опять же, мы что-то долго искали, да, где же это милитаристское меньшинство, а вернее, где немилитаристское большинство. Никто его не нашел, и вот приходится до сих пор как бы с ними воевать. Я думаю, что милитаристское, вернее, немилитаристское большинство, да, это именно в ареале обитания именно Максима Катца и его там друзья, которые его единомышленники. Поэтому ему кажется, наверное, да, ну потому что иногда он опирается на сводки с полей, на сводки всяких опросников, опросов, и он сам видит, что политику Путина, в принципе, люди поддерживают. Окей, дальше. Нам надо понимать, что если не брать в расчет многочисленных конформистов, то искренних, вот прям идейных сторонников войны против Украины действительно очень мало. Ну вот, ну в принципе, говорит нам, что их мало. Это, в принципе, вот мысль Максима Катца на сегодня нужно сказать, потому что не всегда он говорил именно так, но, конечно же, ему так хотелось бы думать. И вот сейчас мы посмотрим основную часть видео и будем это все обсуждать. Это видео от канала Навальный Лайф, они берут интервью на улице, поддерживают, не поддерживают ли конфликт в Украине. Таких видео уже очень много, просто это сегодняшнее свежее, которое натолкнуло меня на мысль вот записать его вместе с вами обсудить. Таким видео, в принципе, ну нам кажется, что, наверное, можно доверять, потому что иногда они показывают именно полностью всю проходку по городу. Неинтересные моменты, как будто бы делая в ускоренной такой съемочке, чтобы нам показать, что это не постановочное видео, а они просто ходили и все подряд снимали. Или же, что они не вырезали именно те ответы, которые хотели, ну как это сказать, подтасовать в видео. Вот, тут идет нарезочка, но от этого нам не менее интересно, да? Давайте смотреть. Подскажите, смотрите телевизор? Смотрю. Какие каналы любимые передачи? У Звезда, Первый, Второй. Твою налево. То есть идет вот такой вот человек с пукетиком, да? Вполне себе может такой быть уважаемый член общества. Такой в кипарике, такой уже на пенсии, да? И вдруг он такой заядлый митый милитарист, понимаете ли? То есть, наверное, там где-то сидел бумажки всю жизнь перебирал, а теперь он такую прямо звезду смотрит. Ну, хотя, судя по его вот виду, он может быть и вояка, конечно, бывший. Окей. На Первом канале смотрится Соловьева, 60 минут? Да, да. Доверяете информации? Доверяю. Конечно. Как относитесь к войне в Украине? Это не война, это, как он, специальная операция положительная. Мне очень нравится, как они так смущенно очень часто, да, вот, ну, как Путин учил, как учил великий вождь. Они очень часто такие смущенно так, ну, это же не война, это специальные операции. То есть, как будто вы, тут есть какое-то, какое-то кокетство постоянно в этом, дайте, ну, что вы, что вы, это же у нас маленькая специальная операция. Такой, о-о-о. Ну, напишите мне в комментариях, не кажется ли вам, что есть какой-то у них, какой-то фетишизм по поводу этого слова и по поводу специальных операций. Нет. Почему? Времени нет. Где информацию берете? В интернете. А как относитесь к войне в Украине? Нет. Я сама с Украины, поэтому как я могу относиться? У меня там родственники. Переживаю, конечно, очень. А где родственники сейчас? В Запорожской области. Видите, вот в моем понимании, конечно, внешность, она обманчива, да, то есть мы по внешнему виду в этом случае, ну, как-то не могем, вот не можем мы, да, сказать, за кого изначально человек. Вот вроде шла, вроде как бы такая веселая, все, да, а вот зашел за это разговор, и у нее вот видно, как на глаза наворачиваются слезы вдруг. Вот так. Поэтому надеемся, что это будет хорошо, да. О, нет. А почему? Там только пропаганда, потому что. А где информацию берете? В Твиттере, в Телеграме. Вообще, мне интересно, конечно, увлечение Твиттером, вот как-то не знаю, вы читаете Твиттер, напишите мне в комментариях. В Ютубе. Какие каналы, например? Инсайдер, Настоящее время, Медиазона, что там еще? Тут понятно. Максим Кац. Максим Кац. Как вы не относитесь в Украине? Отрицательно, Максим Кац. Ну, понятно, если она смотрит столько всего, то отрицательно. Потому что это суверенное государство, мы нарушили их границы и убиваем людей. Конечно, смотрю. Где? Какие каналы? Звезда, чаще всего. Не, ну вот по этому индивидууму точно можно по внешнему виду сразу все сказать, нет? Какие любимые передачи? Аналитические различные обзоры. Смотрите Славьева в 60 минут? Ну, иногда да. Они подобные. Иногда да, и тоже такая, вы видите, такая улыбочка чуть-чуть проскальзывает, типа это что-то такое, запрещеночку смотрю. Но запрещеночку, за которую не сажают. Своему формату. Доверяете? Да, вполне. Как относитесь к войне в Украине? Ну, это не война, это спецоперации. О, да. Конечно же поддерживаю. А, нет, я не смотрю. А где информацию берете? А, ну, где, в интернете, получается. Не, ну, волосатик точно должен быть за мир, ну чё. А почему телевизор не смотрите? Ну, сейчас у меня даже нет антенны телевизионной дома. Так, ага. Как относитесь к войне в Украине? Плохо. Отрицательно. Почему? В принципе, понятная вот эта вот иконографика, да, которую они используют, она довольно-таки наглядная и, ну, удачно, в принципе. Но может натолкнуть, конечно, опять же, на мыслю. Ну, ладно, это я уже придираюсь, окей. Я просто, ну, хотел придраться к тому, что они рисуют, как бы, значок мира, а это вроде бы как нет войне и всё вот это вот. И я уже не раз говорил, что нет, войне этого недостаточно. Ну, окей, тут придирка. Ладно. Снимается. Ну, война – это плохо. Смотрю новости на Первом канале и социальные сети в контакте. Так, бабушка, тётенька. А тётенька выглядит как бабушка, нет? Ну, стиль, наверное, такой. А как относитесь к спецоперации на Украине? У меня тоже очки, в принципе, дедушки. Я считаю, что это очень сложный, сложный вопрос вообще, в принципе. О, о, вот это моя любимая, слушайте. Это сложный вопрос. Мы не знаем всей правды. Наверное, другого выбора не было. Давайте послушаем. Я считаю, что мы люди простые, простой народ, который не занимается ни политикой, ни экономикой, собственно, да, ни всеми этими вещами. А какими этими сложными вещами всякими мы не занимаемся? Нам сказали, что это вот умные люди будут решать. А я чё, я просто в очёчках. У меня просто там два высших образования. Я, наверное, сижу там, какие-то числа считаю. Нет, ну, в политику это слишком сложное дело. Я в неё не полезу никогда. И, ну, видимо, по-другому было нельзя. Я так понимаю, что было принято такое решение. И, конечно, наш президент взял на себя огромную ответственность. Просто взвалил, я бы сказала. Как вы вообще к президенту относитесь? Ну, честно говоря, я была удивлена вот этим его шагом. Вот. Удивлена в приятном смысле. Сука, удивлена в приятном смысле. Хорошо. Подождите. То есть женщина в образе бабушки. Она хотела изначально, получается, этой войны? Это как будто бы ты чего-то ожидаешь, да? Ты ожидаешь, что муж тебе подарит цветы на 8 марта, и он их дарит. И ты, типа, а ты уже на него рукой махнула. Та, никогда он мне не подарит тебе цветы или подарок, который я хотела. А тут он, да, и такой удивлена в приятном смысле. Хорошо, свой со словом. Да, до этого. До этого как-то нейтрально. Нейтрально, собственно, никакого особого отношения не было. Нет. То есть нейтрально. У меня 20 лет был президент. Как-то нейтрально я к нему относилась. Ходила за него голосовать. Да нейтрально как-то. Не, ну, а что, там же других этих, кого отмечать не было. Почему? А что это? Давно нету. А где информацию смотреть? Телефончики. Где? Кто-то рассказывает или какие-то, что-то выпадает. Ютуб. Стелиноправленно нет. Телеграм. Какие каналы? Ну, так приблизительно. Мне интересно, конечно, что даже, ну, видно, да, вот, девочки. Опять же, я говорю видно, но на самом деле мы видим, что не видно по внешнему виду, не всегда можно понять. Ну, окей, девочки, молодежь, такие интеллектуалки и индивидуалки, да. Не, не, ребята, не те, вот, которые вы подумали, индивидуалочки, а вот эти интеллектуалки. Но все равно они смущаются. Они как будто бы начинают там, ну, я смотрю, ну, интернет, ну, там что-то рассказали. То есть я пытаюсь понять, почему они этого смущаются. Не знаю, пока не понял. Мне рассказывают друзья. Секунду. Ищу. Проверяете, что у друзей рассказывают или просто слушать? Нет, просто слушаю. Перечислять? Нет, просто слушаю друзей. То есть получается, что человек абсолютно зависим от мнения в этом случае друзей, да? То есть рассказали друзья, а она потом может еще кому-то рассказать. И все вот так вот поимели офигенную проверенную информацию. Ну, один, два. Потом BBC News, Русская служба. Окей, BBC News, Русская служба. Ладно. Засчитывается. Кабачковые кропа акций, кстати, очень хорошая. Ну, не серьезно, Медиазона, Медуза, Навальный. То есть вот это все мы смотрим, и это нам очень помогает понимать, что происходит. Потому что телевизору мы не доверяем. Уже лет как 6-7. Ну, ладно, они, может, молоденькие совсем. Лет 6-7. Крыму уже 8. До них как бы туговато доходит, вот что я скажу. То есть им как минимум нужно несколько лет, чтобы у них разобраться, узнать правду. Мы его вообще не смотрим. Как относитесь к вам в Украине? Жалко. Украину. И мы... Ну, я придерживаюсь ни за правых, ни за левых. Ни за кого. Вот. Потому что мы не знаем всю правду. Бля! Ну, вы... Ну, вы понимаете, о чем я? То есть мы не знаем, сука, всю правду. Ты читаешь BBC, ты читаешь там что-то еще. Ты смотришь Навального, который, в принципе, опирается в основном на украинские СМИ, берет интервью у украинских политиков и обзирателей, обзорщиков, специалистов. И на... Опирается также на западные СМИ. И сопоставляет это очень часто еще и с кремлевской пропагандой. Но мы не знаем всей правды. Я уже не раз об этом говорил, что у них какая-то вот, типа... То есть они, наверное, вошли в такую... В такой, знаете, неправда-моуд. Когда они поняли, что им говорят, в конце концов, спустя несколько лет после Крыма, да, они поняли... И Донбасса. Они поняли, что им говорят неправду. Но все-таки, а вот где правда, вот тут еще нужно разобраться. Ну, давайте. У вас есть еще время, ребята. У вас есть еще лет 15 разбираться. До пенсии можете разбираться. Но людей жалко, что они вынуждены быть участниками этой ситуации. Какой участниками? Какими, сука, участниками? Участник это, если тебя взяли в футбольную команду и ты в ней участвуешь. Вы должны быть участниками. Все участники. То есть не должны быть, а вы уже есть тоже участники этого всего. Вот в этом вот... Вот в этом вот даже вот эти вот российские либеральные умы не могут понять, что они уже в этом участвуют. Ты сейчас, девочка, ты сейчас уже на войне. Просто еще не знаешь этого. Тебе нужно время, конечно же, чтобы разобраться. А, нет. Почему? У нас его нету. Да. А где информацию берете? В интернете. Где, может быть, каналы, какие-то YouTube? Ну, у нас вот более политический человек. А... Челеграмм. О, тут более политический человек. Вот эта вот белокурая девушка, а я ватничек. И на некоторых YouTube-каналах. Как относитесь к войне в Украине? Ужасно. Это спецоперация, не война. Спецоперация. Я же говорю ватничек. Спецоперация или война? Война. Да. А что смешного? Ну, ладно, я понимаю, что сейчас-то игра слов, как бы, да, и... Ну, смешного ты что? А почему это плохо? Потому что непонятны цели такой спецоперации. И потому что на Пальмах все-таки первые. Нельзя ни на кого нападать. Хорошо, спасибо этой девочке. Хотя бы... Вот чувак ватник, а девушка у нее нормальная. Бросай его. Он ватник. Беги, он потом бить тебя начнет. А что они все равно улыбаются? Это, типа, стеснение говорить то, что ты думаешь. И поэтому, как бы, твой мозг конфигурирует улыбку на твоем лице. Ну, я пытаюсь просто понять. Можно только защищаться. Нам нужно было от кого-то защищаться. Никто не знает. Никто так и не смог нам объяснить, от кого мы защищаемся конкретно. Больше... А окей. То есть... Она понимает, что Россия сделала херово. Но все равно никто не знает, нужно ли было от кого-то защищаться. То есть прошло два месяца. Никто вам не объяснил, от кого нужно было защищаться. Но при этом никто не знает. Сука, вас 140 или сколько там вас? 146 миллионов человек. И среди них никто не знает? А вы не пробовали спросить? Спросить у своего вот этого вот главнокомандующих, у своего верховного жреца? Просто, может быть, нужно спросить у власти, а что она делает вообще с вашими жизнями и жизнями других... Других. Других вообще. И с другими странами. И вообще, что они делают там? Не пробовали, не? Все жаль, что мирные люди погибают. Это самое основное. Что у военных там происходит, это их дело. Но вот мирные люди, они... Это мы с вами могли бы быть на этом месте. Да ты уже там. Скоро будешь, чувачок. Не волнуйся. Типа и тебя вылечат. У военных что-то там. Мне интересно, как будто бы, знаете, вот реально их отделили. Я сейчас смотрю один сериал, забыл так называется. Там у человека разделяют мозг. Чтобы он на работе... Я еще не досмотрел, не знаю, чем закончится, не рассказывайте мне. Чтобы он на работе был одной личностью, а дома был другой личностью. То вот это вот такое ощущение, что с ними происходит то же самое. То есть военные живут своей жизнью, а мы к военным никак не относимся. У военных это своя там какая-то реальность. Там свой какой-то мир, мирок. А у нас свой. То есть вы понимаете, да, что в нормальном обществе, в здоровом обществе военные это, а, неотъемлемая часть общества, и, б, это инструмент самого общества. Ну, в идеале для защиты, конечно же, этого общества. А у них это все вот как будто бы, ой, там, военные России с военными Украины что-то не поделили. А страдают мирные люди, как мы с вами. Да. А какие каналы? Ну, в основном только связанные с путешествиями и развлечениями. А вот Соловьев, Киселев, 60 минут? Да, смотрю иногда. Доверяете? Ну, любой информации нужно доверять, но проверять. Но процентов 70, да. Что ж там проверять тогда? 30 процентов от Соловьева? Вот и шлепок. Относитесь к военной операции в Украине? Положительно. Считаю, что даже темпы, которые идут, немножко медленные. Ну, здесь понятно, что есть обстоятельства. Но самое главное, останавливаться надо еще дальше. Я считаю, что нужно брать и Польшу, и всю Прибалтику забирать. Я считаю, что эти страны, надо внедрять новые понятия, как несостоявшиеся государства, государства-преступники. К ним смело надо относить поджигатели Третьей мировой войны Польши. Ее надо уничтожать, прежде всего, как государственность, лишать Прибалтику именно как государственность. Я просто пытаюсь дать ему выговориться, этому сумасшедшему, понимаете? Ё-моё, а вот же ж. Вот о чем я же говорю, да, идет такой чувак, вот такой стриженный такой, типа, из барбершопа только что, в таком свитерочке, модненький. И сначала, я смотрю только путешествия, типа, я вообще там, не знаю, я вне политики. А потом, как пулеметом просто, и Польшу надо брать, и это то, сё. Это ж пипец, ребята. Это ж какое-то, это ж трешачидло. У вас Чикатило ходит по Москве, алло. То есть, в нормальной стране за вот это вот, ну, не знаю, что, исправительные работы или что-то. Не, ну, короче, понятно, что ничего не сделают, но это никак нельзя чем-то оправдать. Так же, как и следует наказать военным путем и Словению, и Чехию за те преступления, которые они сегодня совершают в отношении наших предков, которые там проливали нашу кровь. Логика шикардосная, конечно. В отношении наших предков преступления. То есть, получается, они просто не согласны с вашей историей, так ведь? То есть, против тебя они ничего не сделали, но они как бы не согласны с твоей версией истории. То есть, окей, ладно, они говорят, послушай ты, сраный ватник, твой дед ничего хорошего у нас не сделал. Предположим, предположим, они так говорят. С каких пор это преступление? Ну, типа, это их точка зрения, в принципе. Если даже это окей, если даже это в таком ключе сейчас рассматривать. Нужно пойти и их наказать. То есть, то, что могут быть другие законы в других странах, другое отношение к событиям той же Второй мировой, другое отношение к России, чем у тебя, ватник сраный, к твоему верховному жрецу и так далее. То есть, нет. Все, кто имеют что-то против или, не знаю, что есть какие-то претензии, это нарушение наших святых законов. Мы должны пойти и их всех наказать. Йохан и Бабай. Какие там сейчас преступления в Чехии? Ну, имеется в виду, связанные с уничтожением памятников культуры, которые нам надо уже на территории России признать, что любые памятники, которые сносятся на территории России, признавать их как в отношении военных преступлений, в отношении нашей стороны и применять в военном пути. То есть, окей, ладно, он, конечно, все, поплыл, чувачок, он несет несвязный бред, но из того, что можно понять, логика заключается в том, что любое отношение к памятникам, которые были поставлены во времена Советского Союза, типа, России нужно это рассматривать как свою, не знаю, собственность, как кусочек своей земли, наверное, под памятником, как наследники Советского Союза, наверное, да? И если кто-то хочет снять или передвинуть памятник, или облить его краской, или еще что-то, то все, это, значит, нападение на Россию и сразу ядерную ракету в ответ. Обосрал голубь памятник Ленина. Все, Искандер. Туда. Нет. А где информацию берете? Телеграм. Ютуб? Ютуб. Как относитесь к войне в Украине? Плохо очень. Почему? Я из Мариуполя. Собственно говоря, я думаю, что это достаточно полно рассказывает о моей позиции. Вот соники там остались. Они выехали. Половина выехала, половина не осталась живых, сами понимаете. Нет, я не понимаю. Посмотрите на мое лицо сейчас. И посмотрите на... Вот куда показать? Вот на это лицо сейчас. Нет, я... Девочки, я не понимаю, что ты ржешь? Ты из Мариуполя, половина выехала, а половина твоих родственников погибла, и ты сейчас... Это что? Это опять нервный смех? Я не вижу этого. Что происходит? Как ваше вообще окружение? Дружите, да? Против, конечно. У меня адекватные люди, друзья. Телевизор не... Нет, я все равно не понял, что он ржет. И в конце концов, она свою позицию не высказала никак. То есть она, типа, окей, я против того, что происходит в Украине. В каком плане? Конкретно? Что... Ты против чего? Нет, не смотрим. Почему? Три года, потому что пропаганда. А где смотрите информацию? Информация в основном в интернете или телеграм-каналах. А какие? Телеграм-каналы? Ну, какой-нибудь РБК. Вот РБК мне нравится, как в СМИ. Ну, как бы, я никогда особо не читал РБК, но все-таки у меня есть подозрение, что они подкремлевские, нет? Кто знает, напишите. Еще, конечно, мне интересно у них вот эти вот такие лица, как бы, которые, ну, там, нерабочий класс, вот эта вот молодежь. А мне, конечно, там больше может быть интересно посмотреть там людей у ларяков, знаете, кафешечки. Мне интересно, что когда задают вопрос, как вы относитесь к войне в Украине, им нужно задуматься. Типа, ну, типа, вот, как бы так сказать, свою артикуляцию сейчас я, ну, наверное, все-таки отрицательно. Нужно подумать, конечно. Есть вообще смысл? Ну, вы не видите, а может быть, он какой-то глубокий? Глубокий смысл вообще нет. У тебя аргументы, которые приводятся, вот, допустим, у меня есть друзья в Украине, там никаких нацистов нет. Там я сам был в Украине. Вот, ничего подобного не видел. На русском языке говорили? Ну, в тех городах, в которых я была, вот, в Харькове, в основном, да, на русском. Мне понравилось, все, хорошие люди, очень добрые. Говорили по-русски, мне понравилось, хорошие, все. Не, ну, окей, ладно, может быть, я придираюсь к пареньку. Понимаете, когда мы на серьезных щах обсуждаем о том, что были ли нацисты или их там не было, хотя, возможно, мы посмотрим еще в других видео, другие обзорчики сделаем, да, и увидим людей, которые действительно в это верят, но обсуждать-то по факту интеллектуальному человеку нужно уже не это. То есть с нацистами нужно было разобраться в первые два дня, и существуют они или нет. 60 с лишним дней в остальных нужно было уже разбираться в более объективных причинах этой войны, в которых пытаются разобраться все остальные, как бы, во всем остальном мире. А почему? Мне не нравится. Где информацию берете? С телеграммом. Какие каналы? Медуза, нехто, дождь. А как относитесь к войне в Украине? Молчок. Я не хочу отвечать. Почему? Опасно. Боюсь за свою сраку. Ну, понятно. Ну, жизнь-то хороша, смотрите, вокруг же все в порядке. Вокруг же красиво, мирно, прекрасно. Конечно, интересная, да, вот зависимость реально от того, кто смотрит телек и кто черпает из интернета информацию, а плюс ко всему именно из телеграмма. И мне вот интересно, потому что, ну, по идее, в телеграмм-каналах есть и прокремлевские каналы, и, насколько я понимаю, их тоже довольно много. Ну, я не знаю, наверное, вот этот вот ядерный электорат, вот, наверное, это бабушка ядерный электорат, сейчас мы его послушаем, то, наверное, он все-таки до телеграммов еще не дорос, да, им нужно еще разобраться, что такое телеграмм. Ну, интересная такая зависимость. То есть, получается, что если они делают свою такую активность кремлевскую в телеграмме, то она получается больше в холостую, хотя, с другой стороны, стопудно. Нужно еще поспрашивать людей о метро, на районе. Лучше всего, кстати, на районе поехать, да, вот не в центре, а где-нибудь там. То есть, другой контингент поспрашивать. Смотрите телевизор? Телевизор смотрите? Ась! Какие каналы? Все. Как относитесь к военной операции в Украине? Все, сейчас смотрю. Как относитесь к военной операции в Украине? Молшу. Россия вперед. Мы воевали. Мне было 10 лет, когда началась война. Так. Представляете, сколько мне сейчас лет? Сколько? Мне было 10 лет. Началась война, 41-й год. Да? Она математику пытается проверить. И вот мы эту войну прожили мы, выиграли. И вот сейчас я желаю, что наши солдаты, наша Россия, вперед, будьте здравы и боритесь за наше отечество, за нашу... Что-то она сбилась. У нее там с 10 лет была заготовочка такая, как ее учили любить, родину Сталина и все такое. А тут забыла уже. Ну, уже память не та, конечно. А вот таких вот людей жальче всего, конечно. Потому что мне не кажется, что эта бабуля кровожадная. Мне не кажется, что ее интересуют там захватнические планы. Ну, бабуля вот полностью жертва всего этого, жертва пропаганды. И вот бабулю именно обули. Эту бабулю именно обвели вокруг пальца и рассказали, что помнишь, бабуля, у тебя было 10 лет и была война, так вот сейчас то же самое. Давай, ты обязана быть за нас, потому что сейчас... Ну, а бабуля, ну, в чем она разбирается? В чем она может разбираться? Она уже не слышит ни хера. Но на выборы она ходит. Родину российскую, вперед, Россия! Путин, спасибо тебе за все. Я пенсионер, пенсия у меня хорошая, я живу. И желаю тебе удачи и здоровья. Удачи, здоровья, долгих лет жизни в бункере. Вы заметили, она говорит с Путиным, как будто бы это ее корифан такой. Типа корифан, с которым у нее там переписка где-то на расстоянии. Типа, жива, здорова, там, Володь, все нормально, вперед, там, давай. Как бы, не знаю, там ничего интересного. Где информацию берете? Ютуб, Телега, та соцсеть, которую нельзя называть, тоже там. Подожди, Ютуб, Телега и та соцсеть, которую нельзя называть, это что? Это у них какой-то сатанинский клуб там или что? Или Телегу нельзя называть? Или Фейсбук нельзя? Что нельзя называть? Она передала привет так, как будто бы там, типа, знаете, соцсеть из одного человека. Если у тебя родные в Днепропетровске, ты должна уже знать, что Днепропетровска не существует, а есть город Днепр. На самом деле, правильно бы уже говорить, это Днепро. Ну, потому что оригинальное украинское сейчас название, это Днепро. Ты же не называешь там, хотя нет, иногда по-русски называют, коверкую, да, там, не Бейджин, а Пекин, там, например. Ну, ладно, это уже я придираюсь, конечно. На связи, но, скажем так, это то, что мне... Но они тебя послали. ...доставляет некоторую боль сейчас. Мне доставляет некоторую боль, и поэтому я не буду сильно вникать в эту ситуацию. Поговорила с ними в начале войны, мне этого достаточно. А какие каналы? ...разные. А Соловьёвы 60 минут? Обязательно. Да, конечно! Простите меня. Это ж капитан дивальных войск. Пу-пу! И ещё перо нужно такое сюда, в эту шапочку. Обязательно. Доверяете? Доверяю. Как относитесь к спецоперации? Положительно. Я боюсь просто пить чай, чтобы не заляпать сейчас здесь всё. Чё? Фашистов разбить надо. Блин, это чё? Это трансвестит был или кто? Чё это за женщина такая? Фашистов надо разбить! Чёрт! Она Рамштайн слушает. У Рамштайна, кстати, последний клип. Песня может быть мне меньше. Ну, у них вся песня, в принципе, на один мотив. Но последний клипец, посмотрите. Если вам визуально картиночка хорошо зайдёт или нет. Телевизор не смотрю, даже нет дома. А где информацию берёте? Всё из интернета, с свободных источников. Как вы относитесь к войне в Украине? О, если бы я в детстве отпускал волос вот так, он бы у меня так живился. Он у меня так и был. Ну, как отрицательный, конечно. Почему? По-моему, здравый смысл, как сказать. У меня просто много по поводу этого эмоций, но это просто премьер не против человечества. Чувак, не знаю, как тебя зовут, но ты похож прической на меня в детстве. Вот видите, по прическе можно вычислить человека, типа, насколько он классный. Нет, года, наверное, с 2018. Ну, я, когда приезжаю домой, к себе, в родной город, то да, приходится... Ну, вы знаете, когда сажусь за чашку чая с матушкой, конечно, на фоне... С матушкой? Когда мы берем бараночки и садимся с матушкой у печи. Слушайте, я не думал, что этот выпуск будет таким веселым. Мне вообще нравится. Если вам нравится вместе со мной смотреть такие видосы, ставьте свой лайк и напишите об этом свой комментарий. Ну, или другой, или пошлите меня нахер. В фоне играет телевизор, но я переключаю и ставлю YouTube, например. Как относитесь к войне в Украине? Чё-то завидел. Сейчас вспоминаю. Чё ж там говорила матушка? Мне очень страшно. Потому что... Конечно, на районе с такой прической можно-то и отхватить, я думаю. Поэтому страшно этому человеку не только по поводу войны в Украине высказываться. Не, ну ладно, это я, конечно, прикалываюсь. Людей поэтического образа я вообще приветствую, потому что это креатив, да, это выражение себя. Сам занимаюсь этим же пол своей жизни, пытаюсь выйти из зоны комфорта. Высказывать мужчине свои эмоции – это не зазорно. Запомните. Хочу... Мне очень страшно, потому что я не хочу, чтобы... Чтобы мирные жители погибали. Я не хочу, чтобы в 21 веке люди воевали за какую-то... Ну, я даже не знаю, как сказать, ну, формальность территории. Не знаю, мне кажется, в нашей стране очень много проблем внутри. У нас закрывают мемориал. Как можно идти на войну с другой страной, если у нас не чтут память, если... Мне просто страшно за этим наблюдать. Вот. Окей, ребята, это видео, наверное, подошло к концу. Последний молодой человек был, конечно же, в этом деле прав. По крайней мере, он уже не обсуждает то, что, типа, если там нацисты, например, да, он действительно говорит, что война за территорию или за какие-то другие странные вещи в 21 веке. Это вообще странная штука, тем более, что в России все не слава богу. Ну, чтить память – это всегда полезно, всегда нужно. Иначе действительно не будут вынесены уроки предыдущих поколений, родителей, дедов, которые воевали. Но, как мы видим, это не работает. То есть просто лозунги об этом, они не работают. И на этих же лозунгах можно их же поднять на штыки и опять побежать делать то же самое, против чего вы воевали много лет назад. Окей, ребята, это вот мои такие мысли на сегодня. Это была моя реакция на тему, если в России прям русские осуждающие, и насколько этот процент велик. Мы этого правды никогда не узнаем, скорее всего, об этом. Вот, разве что они сделают перепись населения после смерти Путина и развеяния его праха по всему свету, чтобы вообще о нем не осталось никакой памяти. Вот, раз это уж так важно. И тогда сделают перепись населения с графой «Поддерживаете ли вы войну в Украине, в которой Украина выиграла». Потому что именно это и произойдет. С вами был Шалин. Такая рубрика «Диванные войска». Поставьте свой лайк, напишите свой комментарий обязательно, если вам понравилось. И тогда мы этот формат продолжим в скором будущем. Слава Украине! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok